Самый высокоплачиваемый актёр Голливуда и человек вынужденный продавать имущество из-за долгов, обладатель премии «Оскар» и человек с репутацией худшего актёра всех времён, актёр, который смог затащить фильм Мартина Скорсезе, а потом бегал по лесу в костюме медведя, человек, который протащил в кино Джонни Деппа, а сам взял псевдоним и дистанцировался от знаменитых родственников. Всё это Николас Кейдж, актёр, режиссёр и продюсер, любимец миллионов, человек-мем и в то же время главное посмешище Голливуда. Как и многие, я очень люблю Николаса Кейджа и в то же время с каждым годом всё больше охереваю от его подхода к выбору фильмов. Наверное, сейчас невозможно разобраться во всех причинах его падения и составить максимально объективную картину, поэтому я не стану брать на себя такой ответственности и в этом видео вы не услышите каких-то однозначных выводов. Сегодняшний ролик – это просто хронология жизни и карьеры очень интересного и неоднозначного человека, с которым я имел счастье познакомиться лично. Ролик будет длинным, так что всем поклонникам Николаса Кейджа самое время налить огромную кружку чая и подготовиться обмазываться фактами. Ну и ребят, скоро 23 февраля, пора подумать о подарках. Я вот себе с Илоном Маском футболочку взял. Кто как не он способствует развитию человечества? Казалось бы, причем тут 23 февраля, да? На всех майках вы можете легко подготовиться к праздникам. У них огромный каталог готовой продукции, в том числе и к 23-му. Но, конечно, есть принты и на любую тему, будь то кино или музыка. Напечатать могут на футболку, майку, свитшот, рюкзак, даже на шторы. Так что, если хотите сделать приятное себе или близким, то загляните по ссылочке в описании. А от меня вас ждет скидочка. Николас Кейдж. Начало. Любая интересная история имеет свою завязку, так что начну я с истоков. Далеко не все знают, что настоящее имя Кейджа – Николас Ким Коппола. А это говорит о многом. Николас является представителем целой династии знаменитых киноделов. Вместе со своей двоюродной сестрой Софией Копполой, Кейдж представляет третье поколение семейства, которое выигрывало премию «Оскар». Ранее престижную награду брал дедушка Кейджа – Кармайн Коппола. А затем дядя Николаса – Фрэнсис Форд Коппола. Да-да, тот самый, который снял «Крестного отца». Свой псевдоним молодой актер взял как раз для того, чтобы дистанцироваться от великой фамилии и своего именитого дяди, отношения с которым всегда были довольно напряженными. В 1983 году Николас Кейдж на общих основаниях попал в фильм «Бойцовая рыбка», который ставил Фрэнсис Коппола. По итогам сотрудничества культовый режиссер сделал вывод, что актера из его племянника не выйдет. Но у Николаса на этот счет было свое мнение. Он придумал псевдоним, который отсылает герою комиксов Марвел Люку Кейджу и знаменитому композитору-авангардисту Джону Кейджу. С тех пор фамилия Коппола осталась только в официальных документах, а в кино Николас Кейдж решил пробиваться самостоятельно. Согласитесь, наличие такого подхода много говорит о личности актера. Он добровольно отказался от протекции культовых родственников, тогда как сам нередко помогал знакомым пробиться в шоу-бизнес. Например, именно Кейдж свел Джонни Деппа со своим агентом и организовал пробы на роль в фильме «Кошмар на улице Вязов», который стал для Деппа дебютным. Правда, здесь все тоже не так однозначно. Какими бы ни были отношения между Кейджем и Фрэнсисом Копполой, в начале своей карьеры Николас часто получал роли в проектах своего дяди. Сначала была уже упомянутая «Бойцовая рыбка», затем «Клуб Коттон» и лента «Пегги Сью» вышла замуж. Также в 80-х Кейдж снимался у Алана Паркера в фильме «Птаха» и даже у братьев Коэн в ленте «Воспитание Аризоны». Первая волна популярности пришла как раз в 87-м году, когда вышли фильмы «Воспитание Аризоны» и лента «Во власти Луны». А уже год спустя Николас впервые стал мемом благодаря лютой актерской игре в фильме «Поцелуй вампира». В 90-м был успешный фильм Дэвида Линча «Дикие сердца», за которым последовал спад. Сейчас принято думать, что карьера Кейджа посыпалась в нулевых, а вот раньше все было йоу и он снимался только в шедеврах. На самом деле говна хватало и в 80-е и в 90-е. Такие фильмы, как «Зандалии», «Медовый месяц в Лас-Вегасе» и «Смертельное падение» получили плохую критику и не имели успеха у зрителей. Но тогда общественность воспринимала это как временные неудачи молодого актера, который находится в поисках и вот-вот себя покажет. Так и вышло. В 1995 году вышел фильм «Покидая Лас-Вегас», где Кейдж сыграл конченого алкоголика, который сознательно решил загнуться от синьки. В 1996 году за эту роль актер получил премию «Оскар», которая по сей день остается единственной. Затем в карьере Николаса Кейджа наступила череда успешных блокбастеров. С 1996 по 2000 год вышли такие фильмы, как «Скала», «Воздушная тюрьма», «Без лица» и «Угнать за 60 секунд». Между ними затесался фильм Мартина Скорсезе «Воскреша и мертвецов». Если честно, фильм получился так себе, но мрачный Николас Кейдж здорово тянул эту ленту вверх. Гонорары актера также ползли вверх на протяжении всего десятилетия. Если оскароносный фильм «Покидая Лас-Вегас» принес ему всего 240 тысяч долларов, то дальше счет пошел на миллионы. 4 миллиона за «Скалу», 6 за «Боевик без лица», 16 за «Глаза змеи», 10 миллионов за «Воскреша и мертвецов», 20 за фильм «Угнать за 60 секунд». По-твоему, что увлекательнее, секс? Или угон? Секс во время угона. О, это интересно. И вы сейчас удивитесь, но ходит слух, что в 98 году за роль неснятого Супермена Николас получил неустойку в 20 миллионов долларов. Да, кто не знал, Кейдж является фанатом Супса, примерял для съемок костюм и даже назвал сына Кал Эллом. История фантастической неустойки запутанная, концов не сыщешь. Просто ворнеры к 60-летнему юбилею Супермена пытались снять фильм столько раз, что некоторые киноделы вписывались в проект со своими конскими условиями. Так, Тим Бёртон, который должен был снять Кейджа в роли Супермена, забрал неустойку в 10 миллионов, а Кейдж в 20. В общем, история съемок интересная вышла, если верить слухам. Казалось бы, вот он, успех Николаса, теперь он несу свет на богат и знаменит. Но за стремительным взлетом последовало затяжное падение, которое длится до сих пор. Начало конца. В первой половине нулевых актер еще пожинал плоды своего успеха, хотя спад наметился уже тогда. Прорывных работ уже не было, стали появляться откровенно спорные ленты. Например, критики не поняли говорящих с ветром и режиссерский дебют Кейджа под названием «Жигало». Но по большей части фильмы той поры были либо хорошими, либо удовлетворительными. Каждый год выходили вполне смотрибельные ленты, такие как «Адаптация», «Прекрасный семьянин», «Великолепная афира» и неплохое приключенческое кино «Сокровище нации». Черту под этим относительно удачным периодом подвел «Оружейный барон» 2005 года, после которого наш любимый актер шагнул в пропасть. Сперва провалился фильм Оливера Стоуна «Башни и близнецы», а следом вышел ужасный «Плетеный человек». С этого момента всем стало понятно, что с карьерой Кейджа явно творится что-то не то. После «Плетеного человека» вышли вполне нормальные фильмы «Пророк», сиквелы «Сокровища нации» и интересное, на мой взгляд, «Знамение». Но репутация актера уже бежала впереди него. Поэтому даже потенциально успешные проекты несли финансовые и репутационные потери из-за Кейджа на главных ролях. Окончательную черту под этим переходным периодом подвел фильм «Пипец», где Николас сыграл интересную роль отца-убивашки. Падение Премьера фильма «Пипец» состоялась в 2010 году, и с тех пор в карьере Кейджа не было ни одного проблеска. Просто откройте его фильмографию, ткните пальцем в любой фильм после 2010 года, и с вероятностью в 100% вы попадете в какую-то низкопробную хрень. «Сумасшедшая езда», «Богомерзкий призрачный гонщик 2», «Медалён», «Токарев», «Оставленный», «Умирающий свет», «Беглец», «Врата тьмы», «Арсенал». Каждый последующий фильм был ужаснее предыдущего, и все глубже втаптывал имя актера в грязь. Вы только вдумайтесь, лучшим фильмом последних лет стал наркоманский бред под названием «Мэнди», который некоторые почему-то посчитали успешным проектом для актера такого уровня. Ну а последней полнометражной лентой Кейджа на данный момент числится фильм «Между мирами», и там уже по одному только постеру все понятно. «Я скучала». «Скажи, на том свете были другие люди». Причины и следствия На протяжении всей своей карьеры Николас Кейдж вызывал живой интерес у широкой общественности. Многие известные издания публиковали очерки и статьи, где пытались разобраться во всех тонкостях его противоречивой карьеры. В целом, большинство мнений сводится к тому, что главная причина падения стала расточительность актера. Николас годами зарабатывал десятки миллионов долларов, но все равно умудрялся жить непосредством. Особую страсть актер испытывал к элитной недвижимости, которую скупал по всему миру. В его владении был старинный замок Найтштайн в Германии, прибрежное поместье на Род-Айленде, шикарный дом в престижном районе Лос-Анджелеса, виллы на островах и много чего еще. За один только 2007 год Кейдж купил 22 автомобиля, 12 дорогостоящих ювелирных изделий и 47 предметов искусства и антиквариата. В том же 2007 на аукционе был куплен череп динозавра, который обошелся актеру в 276 тысяч долларов. Позже выяснилось, что череп был украден в Монголии, так что актеру пришлось его вернуть. Среди прочих покупок актера, частный самолет Ламборджини Миура 7-7 года, коллекция редких комиксов и экзотические животные вроде акулы и крокодила. Со временем подобный образ жизни сыграл с актером злую шутку. Во-первых, старинная недвижимость, которую он скупал по всему миру, резко упала в цене из-за кризиса и требовала больших затрат на содержание и реставрацию. Во-вторых, по карману ударили судебные тяжбы с бывшими женами. Кейдж был женат трижды. С актрисой Патрисией Аркетт он прожил 6 лет. Затем был женат на Лизе Марии Пресли, дочери Элвиса. Третьей женой актера стала официантка Элис Ким. Все три брака распались и повлекли за собой судебные издержки из-за имущественных разбирательств. Совсем плохо все стало как раз к 2010 году, когда налоговая служба США передала в суд дело о неуплате налогов. Оказалось, что актер задолжал казне более 6 миллионов долларов, которые из-за штрафов и пении разрослись до 14 миллионов. В результате Кейджу пришлось распродать предметы роскоши, частный самолет и всю недвижимость, включая дом в Лос-Анджелесе. К 2015 году финансовое состояние Николаса было настолько плачевным, что он фактически стал банкротом. Западные таблоиды писали, что актер вынужден экономить на всем и живет в съемной квартире в Лас-Вегасе. Само собой, подобное положение дел серьезно мотивировало актера играть в любом говне, лишь бы платили. Но даже поверхностный анализ его фильмографии показывает, что деньги – это лишь следствие, тогда как корни проблемы лежат гораздо глубже. По-настоящему серьезные финансовые трудности у Кейджа начались к концу нулевых, тогда как сниматься в конченом дерьме он начал гораздо раньше. Тот же плетеный человек и призрачный гонщик вышли еще в 2006, когда актер не думал о деньгах и тратил миллионы долларов на старинные замки да всякую антикварную хрень. Отсюда, само собой, напрашивается простой вывод. В определенный момент жизни актер стал крайне неразборчив в выборе проектов. Каждый следующий фильм был хуже предыдущего, репутация актера ухудшалась, ему предлагали все меньше хороших проектов и в результате Кейдж попал в замкнутый круг. Он снимается в говне и ему не предлагают хороших проектов, потому что он снимается в говне. Финансовый крах лишь усугубил и без того печальную ситуацию. Если он не мог получить перспективную роль из-за своей репутации, то теперь он не может отказаться от плохих ролей из-за долгов. Альтернативное мнение. Справедливости ради нужно сказать, что профессиональные критики ругали не только фильмы Николаса Кейджа, но и его актерскую игру. Думаю, все вы замечали за актером некоторые странности. В одних сценах он выдает очень сильную и естественную игру, тогда как в других творится какой-то трэш. Зачастую актер кривляется, орет, таращит глаза и демонстрирует поведение, которое никак не вяжется с классическими представлениями об актерской игре. Даже на ютубе есть отдельные ролики, которые полностью состоят из подборок с кривляниями Кейджа. Одни считают, что Кейдж просто валяет дурака. Другие утверждают, что он не умеет играть, но кто-то просто орет с его перформансов и штампует новые мемы. Сам Николас Кейдж имеет на этот счет свое объяснение, такое же странное, как и его игра. Он не единожды утверждал, что разработал собственный стиль актерской игры, который назвал новым шаманическим. В частности, эта тема поднималась во время мемасного визита Кейджа в Казахстан, где он рассказывал об этом стиле местным студентам. Некоторые критики, зрители и даже коллеги Кейджа, которые анализировали его творчество, также объясняли все эти странности особым подходом. Например, Итан Хоук назвал Николаса «новатором», а Дэвид Линч прозвал его «джазменом-кинематографа», намекая на его склонность к диким импровизациям. Действительно, изюминка Кейджа заключается именно в его внезапности, в любви к так называемым «разрывам шаблона». Даже в самых банальных и очевидных образах он позволяет себе орать, таращить глаза, выть дурным голосом и вообще всё, что душа пожелает. Именно здесь кроется секрет его миметичности. Именно это вызывает горячую любовь одних зрителей и резкое неприятие других. Наверное, нам всем действительно стоит признать смелость актёра, который на протяжении всей своей карьеры пытается ломать рамки дозволенного. Да, в основном это выглядит дико, непривычно и маргинально. По большей части его эксперименты в этом шаманическом стиле никто так и не понял, но он хотя бы экспериментировал. Эпилог. Как бы там ни было, я по-прежнему люблю Николаса Кейджа и продолжаю верить в его камбэк. В апреле прошлого года американские издания распространили заявление актёра, в котором он анонсировал завершение своей карьеры. По словам Кейджа, он планирует сниматься ещё 3-4 года, после чего хочет сосредоточиться на режиссёрской деятельности. Не знаю, насколько серьёзны его намерения и даже боюсь себе представить, что он может наснимать со своими шаманическими загонами. Как и многие поклонники, я всё же надеюсь на то, что Николасу Кейджу ещё представится шанс проявить свой талант в достойном фильме. Ребят, надеюсь ролик вам понравился. Если да, то можете ещё посмотреть Разоблачение Киану Ривза, которого все почему-то считают бедным и простым мужиком. Ролик, кстати, набрал больше миллиона просмотров, так что зацените по ссылочке. Ну а меня по-прежнему зовут Илья Бунин и до скорого. Пока.